Давайте начнем с момента, когда в вашей голове родилась потрясающая мысль, что теперь вы можете перестать работать на чужого дядю, а можете начать работать на себя. И вы понимаете, что вы обладаете неким уникальным даром и можете производить что-то суперское и уникальное и считаете, что без этого суперского и уникального несколько тысяч человек просто умирают. Это очень распространенное заблуждение, поэтому я прошу не обижаться тех, кто сейчас смотрит этот материал и думает, что вот сидит человек, который над нами издевается. Я просто понимаю, что первая мысль, которая возникает в голове, это мысль о доходах. Как только у вас возникла подобная мысль, задайте себе вопрос. Самый главный, самый первый. Кому и зачем это нужно? Потому что основная ошибка, с которой приходится сталкиваться, это то, что люди не понимают, кому они будут это продавать. Самая распространенная ошибка, когда задаешь вопрос, а кому вы это собираетесь продать, люди говорят, что все трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет. По сути, это означает никому. Соответственно, первый момент, который я рекомендую исследовать, это вообще разобраться, кто ваша целевая аудитория. То есть, кто это? Домохозяйки, это молодые мамы, это молодые отцы, это пенсионеры, это дети. То есть, вы портрет своего клиента должны очень четко понимать. Второй момент. Поняв портрет клиента, вы должны четко понять для себя, для чего то, что вы собираетесь производить и предлагать на рынок, неважно товар, отель или услуга, для чего это данному конкретному человеку будет нужно. То есть, что он, какие свои проблемы или задачи он с помощью того, что вы ему предложите, он решит. Это второй момент. Третий момент. Сколько он готов заплатить за решение своих проблем? Ну, банальный вопрос. Вы решили, что основная проблема мужчин в возрасте от 35 до 45 лет, это то, что у них летом чешется спина. Такой вариант возможен. Да, чешется. Соответственно, вы решили производить спиночесалки. Но вы решили производить спиночесалки с пультом дистанционного управления, с видеокамерой, которая показывает, какое место конкретно человек чешет, и с выводом еще это через Wi-Fi на ближайший телевизор. Соответственно, когда вы посчитали себестоимость, у вас получилось, что такая универсальная спиночесалка с дистанционным управлением и видеокамерой, а также с Wi-Fi встроенным будет стоить полторы тысячи долларов. Возникает вопрос. Много ли в вашем конкретном городе людей, готовых заплатить за подобный гаджет, вот эту сумму денег? Ну, как минимум, просто выйдите на улицу и задайте вопросы. Вы можете обнаружить два возможных варианта развития событий. Первое. Данный продукт никем не производится. Второе. Данный продукт кем-то производится, и вы можете даже узнать, сколько он стоит. Давайте рассмотрим первый вариант. Данный продукт никем не производится. Здесь есть, опять же, два варианта. Вариант первый. Вы открыли новую нишу, и вы гениальный человек. То есть, соответственно, вы практически Стив Джобс, который предложил на рынок iPad и iPhone. Можете порадоваться. Вы в ближайшее время станете долларовым миллионером. Но, скорее всего, более вероятно, вторая ситуация, когда данный продукт не производится, потому что либо он никому не нужен, либо его стоимость такова, что за эти деньги его покупать никто не будет. Что с этим делать, мы поговорим чуть позже. Сейчас рассмотрим вторую ситуацию. Вы обнаружили, что данный продукт производится, и даже есть четко определенная стоимость. Соответственно, составьте таблицу, кто его производит, где его производят, почем продают и где продают. Отсюда вы можете сделать вывод, сколько примерная стоимость данного товара или услуги, почему она стоит именно таких денег, и как это стыкуется с той себестоимостью, которая получается у вас. И отсюда тоже вы можете сделать выводы, стоит этим заниматься или нет. Потому что в этой ситуации вы попадаете в конкурентную среду. Итак, вы, проанализировав рынок, решили, что все-таки вы занимаетесь данным продуктом или услугой. То есть вы будете его предлагать. Первое, что необходимо понять, сколько вот та группа, тот клиент, о котором вы себе портрет составили, сколько он купит данного продукта или данной услуги в количестве. Желательно, чтобы вы даже понимали, что вот есть конкретная группа людей, они заинтересованы, они готовы это покупать, и вы знаете, где их найти, и вы знаете, сколько примерно они могут купить. Более того, если вы знаете, что они могут купить у вас тысячу единиц, возьмите для расчета бизнес-плана и для понимания вообще реальности вашего проекта, возьмите одну десятую часть. Вот это то, что вы гарантированно сможете продать. Итак, вы поняли, что есть группа людей, продолжим тему со спиночесалками, которые готовы купить таких людей тысяча человек, и они готовы купить данных спиночесалок одну десятую, то есть сто штук. Теперь, следующий момент. Вы для себя должны понять, сколько вам обойдется производство этих самых спиночесалок. То есть вы должны посчитать себестоимость, потому что вам нужно оборудование, нужны какие-то комплектующие, вы должны платить людям, которые будут это производить. У вас должны быть помещения, где эти люди будут сететь. Помещение означает, что вы должны платить либо аренду, либо купить его в собственность. Вы должны будете каждый месяц платить за свет, тепло, телефон и прочие-прочие коммунальные услуги. У каждого человека должно быть рабочее место, у него должно быть необходимое оборудование. У вас должен быть бухгалтер, который будет вести бухгалтерию, или вы будете вести ее сами. Вы должны будете платить налоги. Причем это будут налоги с заработной платы, это будут налоги на добавленную стоимость, то есть разница между тем, за что вы купили и за что вы продали. Это будут налоги на имущество, если оно у вас будет. И вот это все вы должны учесть, потому что это ваши расходы. Вот после этого у вас получается некая себестоимость, то есть стоимость одной единицы того товара, который вы производите. Вам нужно оценить, сколько денег вам нужно вложить, чтобы запустить производство данного товара или услуги. Вам нужно какие-то первоначальные вложения, чтобы это все заработало. Вам нужны какие-то вложения, чтобы купить комплектующие. После этого у вас получается сумма, которая вам нужна для запуска бизнеса. Дальше вы оцениваете, а где вы возьмете эти деньги. Соответственно, где вы можете их взять? Первое, вы можете их украсть, но вас посадят. Второе, вы можете взять их в долг. У вашего друга вы можете пойти взять в банки, вы можете обратиться в государственные структуры, потому что существует различного рода фонды по поддержке малого и среднего предпринимательства. Следующий момент, вы можете найти не одного друга, а нескольких. Следующий момент, может быть, у вас есть заначка, которую вы готовы потратить. Ну и, наконец, как в известном мультфильме, у вас есть что-то ненужное, что вы можете продать и полученные деньги вложить в собственный бизнес. Вот здесь, если это ваши деньги, вам необходимо сравнивать, какой доход они вам приносят сейчас с тем доходом, который вы будете получать от собственного бизнеса. Потому что очень часто оказывается, что деньги, просто положенные в Сбербанк, приносят дохода больше, чем деньги, вложенные в собственный бизнес. Тогда возникает вопрос, на который нужно честно себе ответить. Я запускаю этот бизнес для чего? Чтобы получить доход, или мне просто хочется получить удовольствие от занятия собственным бизнесом? И честно себе ответьте. Я знаю людей, которые запускают бизнес, потому что им просто нравится чем-то заниматься. И они точно понимают, что положив свои деньги в Сбербанк, они получили бы больше дохода. Если же вы своими деньгами не обладаете в необходимом количестве, значит, вам нужно их где-то и взять. Допустим, вы обратились к государству. Есть фонды поддержки малого и среднего предпринимательства. Государство волнует несколько моментов. Первое. Сколько рабочих мест вы создадите? Второе. Какие налоги вы заплатите в бюджет? И третье. Какую дополнительную социальную нагрузку вы на себя возьмете? То есть, что полезного вы сделаете для людей конкретного региона? И как это снизит нагрузку на государство? Соответственно, если на эти вопросы у вас есть четкие и понятные ответы, то вероятность, что вам дадут какую-то субсидию, или какие-то выделят деньги для развития вашего бизнеса, она велика. Но будьте готовы к тому, что при подобных фондах существуют так называемые краш-тесты. То есть, вам будут энергично доказывать, что у вас бизнес никчемен, и то, что вы производите, никому не нужно. И вместо дохода вы будете иметь одни расходы. Соответственно, вы должны быть на цифрах убеждены, что это не так. Ну и, наконец, момент следующий. Если вы приходите брать деньги у кого-то, есть два варианта. Вы можете взять деньги в банке, и вы можете взять деньги у друзей. Начнем с денег в банке. Итак, вы приходите в банк и говорите, я замечательный человек, у меня есть замечательный проект, я принесу кучу денег вам и заработаю себе. Вы должны доказать банку, что у вас бизнес-проект успешен, что тот денежный поток, те доходы, которые вы будете получать, будут достаточны для того, чтобы оплачивать все расходы, и плюс, еще платить проценты банку за кредит, и возвращать кредит постепенно. Банк должен в этом убедиться. И самое главное, у вас должно быть что-то, что вы предоставите банку в качестве гарантии, что если у вас ничего не получится, банк свои деньги вернет. Это может быть либо ваше имущество, либо это может быть поручительство уважаемых людей, у которых тоже что-то есть. Предположим, что имущество у вас все-таки есть, и вы готовы его банку предоставить в залог. Значит, сразу готовьтесь к тому, что в лучшем случае банк оценит это имущество в половину его реальной стоимости. Потому что банку не нужно, если у вас ничего не получится, заниматься длительной продажей. Ему надо продать быстро. За полцены он быстро продаст. Кроме этого, нужно быть готовым к тому, что банк заставит застраховать это имущество на случай, если с ним что-то произойдет в пользу банка, и застраховать свою жизнь, если вдруг с вами что-то произойдет, тоже в пользу банка. Соответственно, это некие дополнительные затраты, которые вам придется нести из собственного кармана. Итак, с банком договорились, имущество в залог отдали, имущество и жизнь застраховали, получили кредит от банка, от банка, и начали работать. Готовьтесь к тому, что банк регулярно будет требовать отчета о том, что происходит с вашим бизнесом, и отслеживать, насколько вы выполняете договор, гасите кредит, гасите проценты. И если вы этого не делаете, внимательно нужно читать договор, там всегда есть очень сильные штрафные санкции. Поэтому, если есть возможность, проще взять деньги у друзей. Но в этой ситуации друзья будут выступать уже как соинвесторы данного проекта. Какие риски? Ну, первое, они тоже дадут деньги под проценты, но уже это будут проценты не ежемесячные, а скорее всего они будут рассчитывать на какие-то дивиденды от вашего совместного бизнеса. И нужно быть готовым к тому, что этот бизнес они будут считать совместным. Что такое совместный бизнес? Это готовность к тому, что вы можете потерять друзей, потому что любой раздел денег это потеря дружбы. Второй момент, нужно быть готовым к тому, что они будут требовать дивидендов больше, чем проценты по депозитам в банках, куда они могут эти деньги просто так положить. Ну, такая плата за риск. Соответственно, рассчитывая бизнес-план, вы должны четко понимать, что по итогам каждого года значительную часть своей прибыли вы должны будете поделить с друзьями. И вы морально должны быть к этому готовы. Ну и второй очень важный момент в качестве совета. Если вы начинаете вести бизнес с друзьями, не надейтесь на то, что этот бизнес будет вечен. Лучше договориться, в течение какого периода времени ваши договоренности будут действовать. Допустим, что мы два года бизнес не трогаем. Вот как договорились, кто за что отвечает, кто что получает. Через два года мы садимся и передоговариваемся. Лучше, если это будет закреплено на бумаге в виде акционерного соглашения, соглашения участников, ну, не знаю, любой юридический документ, фиксирующий ваши договоренности. Тогда вот на эти два года, допустим, ваш бизнес будет подстрахован от любых неприятностей, связанных со сменой отношений ваших друзей к вашему общему бизнесу. Я надеюсь, что за период, который я объясняю, что создать бизнес это не просто такая веселая идея, как сходить покататься на аттракционе, а это сложный технологический процесс с массой эмоциональных и неэмоциональных проблем, которые могут возникнуть. Я не отбил у вас желание заниматься собственным бизнесом. Поэтому, подводя итог, на что хочу обратить внимание. Первое, нужно составить хотя бы минимальный бизнес-план, где вы будете понимать, кому вы продаете, по чем вы продаете, сколько будет стоить произвести то, что вы собираетесь продавать и кто будет это производить. Попробуйте хотя бы составить такой бизнес-план года на три. При этом первый год расписать подробно, второй год в общих чертах, ну а третий так приблизительно. И ежегодно этот план корректировать. Обязательно составьте примерный бюджет, сколько вы планируете получить дохода и на какие расходы потратить полученный доход. Обязательно подумайте, откуда вы возьмете деньги на запуск бизнеса. По возможности, если можете это придумать, лучше запускать бизнес вообще без денег. То есть, если у вас есть идея, где не надо вкладывать денег, кроме себя любимого, то запускайте именно такой бизнес. Ну и наконец, вот знаете, мне очень нравится фраза, что говорит, бизнес очень похож на секс. Само ничего не происходит, этим заниматься нужно. Поэтому, как только вы отходите от управления бизнесом, бизнес либо достается кому-то другому, либо умирает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, субтитры Алексею Дубровскому, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, субтитры Алексею Дубровскому,